Как известно, ответвления от магистральной линии подключаются прокалывающими зажимами. Но они не рассчитаны на удержание проводов в натянутом состоянии. Для удержания проводов СИП-4 в натяжении используются анкерные кленовые зажимы. Они крепятся к фасадам или опорам. При устройстве промежуточных опор для СИП-4 тоже используются анкерные зажимы. У нас двухжильный СИП-4. Анкерный зажим состоит из основания и самого клина. Поверхности пазов, соприкасающиеся с проводом, рельефные для надежной фиксации провода. Провода помещаются в пазы основания. Распираются клином. Клин затягивается подвесом проводов, обеспечивая надежную фиксацию. Для крепления анкерного зажима на скобу предусмотрены различные кронштейны, которые монтируются на опору с помощью монтажной ленты. Это может быть крюк. С пазами для ленты. Существуют крюки для крепления как на опоре, так и на фасаде строения. Если фасад цельнодеревянный, то может подойти шурупообразный крюк. В некоторых случаях пригодится крюк со сквозным креплением. Я оставил небольшой запас провода, но на самом деле он может быть длиннее. Провод СИП-4 подключается к магистральной линии прокалывающими зажимами. Кроме креновых зажимов используются также винтовые зажимы. Затягивание производится болтом. Скоба крепления фиксирована предохранителями. Пазы для провода с рельефной поверхностью для надежной фиксации. Провода заводятся в соответствующие пазы. Затягиваются болтом. Оставляется подходящая длина проводов. При трехфазном подключении, когда у нас 4 провода, используются, соответственно, анкерные зажимы с четырьмя пазами. Сборка происходит почти так же, как и при однофазном подключении. Сначала заводятся два провода, фиксируются одним клином. Затем в зажим помещаются другие два провода и тоже расклиниваются. Удержание веса распределяется на все четыре провода. Существует также зажим и с винтовым затягом. Он монтируется аналогично однофазному, но есть нюанс. Очень трудно попасть четырьмя проводами в четыре отверстия. Поделюсь лайфхаком. Если обкусить провода в таком порядке, то вставить их будет намного легче. Теперь вы сможете сами подключить свой дом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи вам!